Сергей, добрый день. Привет, Марк. Как дела? Отлично, как у тебя? Супер, все хорошо. Готов начать? Да, конечно. Поехали. Представь мне, пожалуйста, за словах, кто ты и чем ты занимаешься. Ну, я Сергей Шумский, я ученый, занимаюсь исследованием того, как работает человеческий разум и как на этих же принципах построить разум искусственный. Слушай, ну, очень четко и по существу. Но вот знаешь, что мне любопытно, вот я когда, знаешь, сейчас же ночь у меня, да, я сижу и думаю, вот сижу час и пытаюсь как бы сформулировать вопрос, который вот мне действительно было бы хотелось бы интересно, ну, вот обсудить, чтобы мы как-то так углубились в тематику. И знаешь, я стал как-то в голове один за другим вспоминать записи, когда я общался с людьми вот из твоей дисциплины. И стал замечать такую интересную вещь, что каждый раз, когда я задаю в принципе один и тот же вопрос, что такое искусственный интеллект, да? То есть вот с точки ноль, когда я в первый раз это спросил, вообще совершенно даже не понимаю, и сейчас вот готовясь задать его в очередной раз, я понимаю, что с каждым разом задавая этот вопрос, количество вот этих знаний, оно расширялось, как-то дополнялось, видоизменялось, что-то, то есть у меня какой-то внутренний образ вырисовывался того, что это такое вообще в принципе. Но в один момент я времени, я так задумался, но ведь это я сам заинтересован в том, чтобы расширять этот объем знаний. То есть по сути у меня есть некая мотивация, я жаден до знаний и так далее. И вот когда речь идет о создании вот General Intelligence, да, по сути же сейчас что происходит? Вы заинтересованы в том, чтобы General Intelligence существовал, не он сам, его вообще в принципе нет. И вот тогда получается вопрос, как сделать так, чтобы в какой-то момент времени вот эта жажда до знаний, которая по сути является тем самым двигателем для развития, потому что если бы меня никогда не было бы, вот как у меня раньше в школе, но не было у меня желания учиться, и сколько бы меня не впихивали, ну ноль абсолютно, ну не заходило ничего, то есть вот туда зашло, отсюда вышло, все, извините, до свидания. А тут же вот когда вот возникает именно это желание, только тогда вот эти знания, те дата-поинты, миллиарды дата-поинтов, начинают складываться в какую-то систему. Да. И вот как вот это вот, то есть ты условно занимаешься реверсом инжинирингом, да, когда вот взять мозг, да, и посмотреть, как он работает для того, чтобы это стало работать вот именно на базе тех нейронных сетей. Да как? Вот что за момент, вот этот вот какой-то энлайтненда, когда мозг этот искусственный начнет сам стремиться к знаниям? Это любопытство, надо туда запаять. И так как это жало у людей, ну, примерно мы сейчас представляем. То есть есть модель, да, модель любопытства, особенно детского любопытства, которая заключается в том, ну, приводит, вернее, к тому, что любые новые действия доставляют удовольствие ребенку. А-а-а. Да, и так продолжается до того, как вот это действие не стало более-менее понятным, рутинным. Вот. И у некоторых людей, ну, их называют учеными, это любопытство сохраняется до конца жизни. В этом смысле они там как бы остаются немного детьми. Ну, потому что они все время расширяют сферу своих интересов, и они все время входят в какие-то новые для себя области, и у них включается вот тот же самый детский механизм любопытства. А вот за этим любопытством-то что? Удовольствие. Да, ну вот удовольствие, оно от чего? Вот тут же, знаешь, вот ты сказал, нужно припаять этот инструмент любопытству. Но это любопытство, оно является как бы одним из ступеньков. Значит, любопытство, которое генерит какое-то удовольствие. Соответственно, нужно еще и концепт удовольствия. А для машины-то что является удовольствием? Ну, вот для человека, лично для меня, да, вот я что-то новое узнал, но я просто как-то... У меня удовольствие описывается, наверное, очень банально, что я просто постоянно в ужасе от того, насколько же я тупой был, что раньше этого не понимал. И как бы у меня такое ощущение, что ой, как здорово, что я чуть-чуть хотя бы на капелюшечку стал, ну, менее тупым, да. И как бы здесь есть какой-то элемент удовольствия. Для машины-то вот как, что значит для машины ну, удовольствие, энергии больше едать, не знаю, еще чего-нибудь, место оперативной памяти расширить? Нет, ну, смотри, ведь мы же как бы делаем некий алгоритм, алгоритм обучения, да? Эти алгоритмы обучения, они, как правило, увеличивают какую-то функцию, ну, или уменьшают, ее называют, или пунов, неважно, как ты назовешь. Вот, для современных нейросетей это просто обычная там функция ошибки. Ну, современные нейросети такие, да, просто очень сложные, но, фактически, это аппроксиматоры функций многомерных. Вот, и они уменьшают ошибку. То есть они все лучше и лучше аппроксимируют некоторую функцию. Ну, назвать это удовольствием, конечно, язык не появляет, как бы не... Не поворачивается. Поворачивается, да. Но, в принципе, да, если мы хотим построить настоящий искусственный интеллект, ну, нейросети, это не искусственный интеллект, самый, значит, как бы это просто некий маркетинговый лейбл. Вот, если говорить о настоящем искусственном интеллекте, да, ну, то, что называется general, да, H.I., то это должен быть, это должна быть личность, творческая личность, скажем. Если в двух словах это творческая личность, ничего больше, да, то есть там обычно сосредотачивается на слове творческое, да, то есть умение решать разное количество задач, там, накапливать опыт, не забывать то, что ты раньше, те задачи, которые ты раньше решал, как-то там все время как бы поднимать себя. Вот, но, но, как бы, первичное здесь это слово личность, то есть это должно быть, ну, агентство, то, что называется. То есть вот интеллект, это должен быть агентом, прежде всего. Агент – это значит, что у него есть свобода воли. Свобода воли – то есть свобода принимать те или иные решения, да. И вот он принимает те или иные решения, исходя из внутренних потребностей. Поэтому в агента, ну, вот, фактически, это искусственная личность, искусственная психика. И вот ему надо, значит, впаять, когда мы его строим, вот эту вот внутреннюю нужду какую-то. Вот я возвращаюсь к этой функции, как хотение, да. И вот эта вот внутренняя нужда, это и есть то самое хотение, которое он будет испытывать, да. И обычно, вот, ну, как сейчас, сейчас общепринятым считается, что математической формулировкой общего интеллекта это является reinforcement learning, обучение с подкреплением, потому что это наиболее, наиболее общая такая форма агентского обучения. То есть там есть агент, который активно взаимодействует с миром. То есть ему никто не приносит на блюдечке там большой биг-бигдату какую-то, которую он должен там через себя промолоть, да. Он сам добывает себе данные, на которых учится, учится на них. Вот. Но для чего он это делает? Для того, чтобы, чтобы, ну, если по-человечесу, словить как можно больше кайфа. То есть у него есть функция подкрепления, да. То есть когда он достигает какую-то задачу, ему внешний мир, ну, если это, если это естественный агент, ну, если биологическое существо, то у него просто эти нужды впаянной эволюции, ну, попить, поесть там, да. И как только он их начинает удовлетворять, у него идет подкрепление, он испытывает удовольствие то самое. А сама его миссия, да, то есть миссия отличается от цели тем, что она никогда не достигается. То есть, ну, она все время, все время как бы ты занят тем, что ее исполняешь. Так вот, его миссия – получить как можно больше удовольствия в будущем. Это и есть reinforcement learning. Ты должен максимизировать некую функцию, ее называют ценностью, да, и это очень похоже на человеческие ценности. Ты должен максимизировать эту функцию, которая есть сумма всех будущих ожидаемых тобой подкреплений. Ну, они сконсируются, ну, как в экономике, что есть совсем далекие подкрепления, как бы ты к ним с недоверием относишься, но к близким с большим доверием. Но, в принципе, ты не сиюминутными, вот прямо вот своими нужными живешь, да, а будущим. Ты живешь будущим. И ты поэтому агент. и ты сам выбираешь себе. А функция ценности тебе, она, опять же, не запаивается, а ты ее выучиваешь в процессе обучения. И вот это взаимодействие с миром, оно, если мы говорим про искусственных агентов, то мы должны таким образом давать ему подкрепление. Подкрепление должно идти от нас, если мы хотим, чтобы он решал наши задачи, ну, как бы он был дружественным по отношению к нам, то мы должны его фактически воспитывать. То есть мы ему должны такие подкрепления давать, чтобы он понимал, что нам нужно, и так строил свою деятельность, чтобы принести как можно больше пользы нам, ну, а, соответственно, себе. И вот это хотение, таким образом мы впаиваем в алгоритмы. Я вот отвечаю, наконец, несколько длинно на твой вопрос, но мы впаиваем хотение в алгоритмы, фактически это есть та самая нужда, на которой сидим все мы. Мы же тоже живем. Для нас вот это вот подкрепление – это допамин. И наши ценности, они формируются не в коре, а вот в подкорке, в базальных канглеях, и в стариатуме, где вот эта функция ценности как раз и воспитывается. У каждого своя, у всех разная, но как-то мы как бы уживаемся. Вот, и мы, фактически, мы все такие допаминовые наркоманы. То есть все наше поведение на самом деле, да, если посмотреть его физиологию, то есть что определяет всю нашу психику, это наше представление о том, что мы в будущем, от чего мы будем испытывать удовольствие, как будем сильно испытывать это удовольствие, и, соответственно, мы максимизируем вот это вот представляемое нами, нами в будущем удовольствие. Поскольку это очень хитрая функция, потому что она как бы ненаблюдаемая, да, то есть то, что ты испытал, это уже в прошлом, на это ты не можешь повлиять. Ты можешь повлиять на будущее, а будущее ты еще не... ты его можешь только представлять. Представления у всех разные, модели мира у всех разные. Соответственно, вся сложность нашей цивилизации в том, как ужиться вот всем агентам, каждый из которых максимизирует свою функцию ценности, да, но мы должны все жить вместе. Слушай, ну вот тут просто любопытно. Как-то у человека же, вот вывели же эту пирамиду Маслоу, да, то есть наша система ценностей, она как-то все равно с ней связана, то есть несмотря на то, что она у всех все разная, но плюс-минус мы как-то стремимся, понятно, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но как-то к одному и тому же, к какому-то там, к одной и той же цели. А вот когда вы создаете машину, то есть по сути у машины некоторые ценности, во-первых, они не машины, и здесь говорит о том, что этот агент, он самостоятельный нельзя сказать, потому что вы создаете эти ценности, вернее, как бы отзеркаливаете ценности человека для того, чтобы машина делала то, что нам нужно. То есть здесь уже какой-то идет подлом воли, то есть представь себе, что ты делаешь ровно то, по сути, да, в какой-то мере мы так и живем, что мы живем в обществе, которое от нас что-то ожидает, и мы в зависимости от этого какого-то большого ожидания, плюс может быть маленького ожидания семьи, ожидания родителей, там, не знаю, коллег по работе, всегда движемся как-то вот с корректировкой на вот это вот ожидание, да, то есть мы тоже в какой-то мере не свободны. Но представь себе, что мы выкидываем базовые потребности, то есть не надо есть, не надо пить, и превращается машина в такой гриди-монстр, который постоянно жаден до информации, до чего-то нового. И если человек, он даже если и хочет стремиться получать новый объем знания, люди ленивы, есть environment, который нас чуть-чуть притормаживает, есть какие-то объективные факторы, просто, ну, не знаю, усталость, не знаю, там, какие-то эмоции вмешиваются. Что вот этот вот процесс, вот даже у любого ученого, да, взять наверняка, есть моменты там лени, есть момент там, хочется что-то отдохнуть, сменить обстановку, а машины, если ты ее наделил вот этим вот желанием постоянно погладить, они будут работать до беспонечности, пока просто рубильник не отключат. И как только ты начнешь, как бы вот, ну, представляешь себе, что это бесконечный процесс, вот маховик раскручился, и все, и больше, условно, нечего познавать, ведь, по сути, машина, она же очень быстро может этот все процесс проработать. И в какой-то момент информации, как будто бы, вот получать больше неоткуда. Вот это что будет? Вот что за момент? То есть у человека, в принципе, вот этот вот процесс, он бесконечен. Ну, то есть, представь себе, что мы можем до бесконечности познавать себя, но все для того, что мы, в общем-то, ограничены с точки зрения восприятия информации. То есть, ну, сколько бы ты ни старался, ты можешь всю жизнь заниматься физикой, и там на смертном одре всегда будет оставаться что-то еще, чтобы еще можно было бы изучить, да, какой-то там тупик. А для машины она этот пункт может быстрее пробежать, и как будто бы встанет перед ситуацией, когда, блин, дайте мне еще, а этого нет. Ну, нечего давать. Почему нечего давать? Вот это я не понимаю. Мир же бесконечный. Да, ну, представь себе, что вот, то есть, ну, вот, человек, скажем так, уперся, допустим, вот, не знаю, взять там пример какой-нибудь неразрешимой математической задачи. Ну, люди вот, как бы, над этим возятся, 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 пытаются эту ситуацию разрешить. Для них это, как бы, ну, такая персональная, может быть, боль, или боль научного сообщества. А вот машина же, вот если в эту ситуацию упрется, то есть, что у нее-то какая ситуация будет? То есть, она ее разрешит, и дальше что? Дальше что-то новое появится? А если это новое будет заключаться в том, что нас нужно по атомам разобрать, либо там, не знаю, еще что-то сделать такое, что, в принципе, не является вот, ну, мы не можем себе представить как люди, потому что у нас вот этот вот гэп неизвестного, он еще очень бежать и бежать. То есть, мы часто пытаемся, как бы, как-то регулировать вот эти все исследования на генетическом уровне и так далее, а у машин-то ведь этого нет. То есть, морально-этического компаса, как бы, он отсутствует, есть только желание что-то получать. Ну, хорошо, я как бы разобью ответ на два. Первая половинка, она очень простая. Если помнишь, у Платона была такая метафора, что знание – это как поверхность сферы. Чем больше мы ее, чем глубже мы копаем, тем больше поверхность незнаемого. Чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Граница с незнаемым только увеличивается. Так что, какого-то такого кризиса, когда ты все знаешь и больше познавать нечего, я не предвижу, честно говоря. А вот насчет морального комплекса это более серьезный вопрос. Дело в том, что ведь не обязательно в нее… Понимаешь, смотри, мы же делаем, мы делаем, как бы, искусственную психику. Вот это хорошая метафора, потому что надо себе представлять, что вот, ну вот, допустим, мы сделали естественную психику, то есть родили ребенка, но у него нет еще никакого разума, у него нет личности. Эту личность он приобретает лет 20, да. А то и больше. А то и больше, да, да. Вот, ну то есть вот последние там лобные доли мейлинизируются где-то там 22-23 годам. То есть это человек созревает, так сказать, мозг вот к такому возрасту, когда он становится полностью там значит, зрелым. и здесь у нас такая же ситуация. Мы создали психику, это значит, что в нее можно вложить, вообще говоря, любую личность. То есть мы не создаем личность, личность создается в процессе воспитания. Вот как мы ему построим систему подкреплений, так, такую личность мы и воспитаем. Мы можем его настроить на получение новых знаний, вот как ты говоришь, да, мы можем его настроить на то, что вот просто вот за нами ухаживает так, как, не знаю, как какая-то няня, которая в тебе там души мечает и всю жизнь ходит вокруг тебя и делает тебе все лучше и лучше и лучше. И это будет его цель жизни. И тогда эту цель жизни в принципе он может там как бы постепенно освоить и где-то там стабилизироваться. Дело в том, что мы же разум человеческий он такой, он разлитый, то есть он это атрибут цивилизации, это не атрибут отдельного мозга. Вот. И то же самое будет с машинами, да, то есть понятно, что это будет не один какой-то монструозный там AGI, который там в каком-нибудь там супер-дата-центре расположенный, с которым там кто-то может там получить привилегию разговаривать, как улема в Големе-14, да, а это будут там миллиарды, ну, десятки, миллиардов, сотни, наверное, миллиардов на самом деле личностей самых разноплановых, ну, как обычно, как у нас распределены богатства в обществе, ну, по гиперболе. вот и разум будет вот этот искусственный по гиперболе разлит по вот этим сотням миллиардов личностей, какие-то из них очень простые, ну, не знаю, там, пылесосы вряд ли будут каким-то там особым разумом, но будут там простые личности, будут более сложные, будут совсем те, которые действительно сидят по дата-центрам, мы наблюдаем на самом деле централизацию вычислений, если в среднем за 10 лет в 100 раз объем вычислительных ресурсов в мире увеличивается, то объем супервычислений в тысячу раз, то есть происходит концентрация, так же концентрация богатства, это та же самая гипербола. Вот, и вот этот вот искусственный разум, он тоже будет вот таким гиперболическим распределенным, сетевым, и он будет нашим общим, в общем-то. Просто мы, наша жизнь изменится радикально, потому что у нас будет общий человекомашинный разум, где будет вот эта вот неорганическая компонента, ну, довольно большой, вернее как, сначала маленькая, но она будет расти вот с той же как бы скоростью закона Амура, да, каждые 10 лет в 100 раз увеличиваться, и наша жизнь будет от этого сильно меняться, потому что все наше взаимодействие, сейчас там говорят про метаверст, как будто бы наша жизнь как бы изменится из-за того, что мы очки оденем. Не, наша жизнь изменится из-за того, что между нами встанут армия посредников, ну, знаешь, как это, ну, ты в Америке, ты хорошо себя представляешь, там лойеры, да, там два соседа, да, общаются через лойеров, у них там как бы все хорошо, а лойеры между тем как бы все процессы, все трения там утряхивают, так, и как-то это там любой, любой спор как-то утрясается, там, и люди могут между собой там не особенно там лаяться, да, вот, ну, такая ситуация будет фактически у каждого, да, у каждого будет персональный агент, если сейчас-то мы отдаем все свои персональные данные там в облаках, где они там хранятся, там черти знает кто, и как они обмениваются, да, то, в принципе, гораздо более безопасна для нас ситуация, когда все наши знания, все наши персональные данные, да, все то, что мы отдаем из себя в сеть, хранится где-то в нашем кошельке, условно говоря, в нашем альтер-эго, вот в том самом агенте нашем. Слушай, ну вот здесь очень любопытно, ты сказал, что вот изначально вы пытаетесь создать некий, некую такую заготовку, вот, грубо говоря, вот эмоциональный какой-то, вот, не знаю, сосуд, да, который наполняется по мере вашего влияния и необходимости с точки зрения реализации цели. Ну вот представь себе, я вот, ты раз привел пример с живым человеком, представь себе тоталитарное государство, где все воспитываются, вот как раз таки, как вы сказали, а как мы его воспитаем, таков он и будет, да, вот все воспитываются одинаково, но в ком-то чувствуется, вот, вот раз это живое и раз это наделено каким-то интеллектом, коммон-сенсом, там еще чем-то, рождаются какие-то диссидентские, ну вот какие-то искры, да, вот, а почему, а почему вот так, а почему кто-то мне что-то, ну то есть, и начинается вот этот глубок противоречий, который способен развиться в силу того, что это, как бы, естественная среда. То, что ты говоришь, там их будут миллиарды, кто-то более продуктивен, кто-то менее, связь между этими миллиардами, так же, как и диссидентская какая-то ячейка, где один человек в состоянии заразить вот это вот, ну, грубо говоря, инфицировать вот этими идеями другие умы, которые тоже в какой-то момент чкин раз, а почему? Потому что вот то, что ты говоришь, по сути, эти миллиарды будут условными, как бы, ну не то чтобы рабами, но все равно условными какими-то инструментами с предустановленной задачей, даже с предустановленными вот этими дофаминовыми триггерами, что ты это все установил, не я создал себе систему дофаминовых триггеров, где я как бы живу, и у меня, моя система ценностей, я живу в ожидании того, что вот я это сделал, я получу удовольствие. Представь себе вот так вот углубиться и начать понимать, что то удовольствие от жизни, которое ты получаешь, вот ты действительно от чего-то кайфуешь, и в какой-то момент ты осознаешь, что этот триггер был кем-то создан. То есть, это прошили тебя маркетологи, это создала среда обитания, это на самом деле с тобой вообще ничего не имеет общего. Может, такой дисбалянс начаться внутри, разбалансировка, а поскольку это условная сеть, то этот вирус вот этого диссидентства, условно, я не знаю, можно ли так назвать в среде компьютера, он может разрастись и инфицировать другие системы. Если это человеческий интеллект, условно, приближенный, значит, в принципе, такие парадоксы, они потенциально возможны. Да, конечно. Ну, это просто будет, ну, как бы, наше общество, но только там умноженное на коэффициент, который, ну, на коэффициент Т, который пропорционален времени. То есть, сложность общества будет все время возрастать, ну, как пропорциональное количество личности в этом, ну, обычно сложность собирается как квадрат личности в сетевых сообществах. Вот, но, но в принципе, все те, все те, как ты правильно сказал, все те противоречия, которые есть в нашем обществе, ну, например, между типами общества, тоталитарная, там, демократическая, тоталитарная, они будут нарастать так же, как это, мы же наблюдаем это в мире, да, мир, населенный личностями, каждый из нас тоже пришел в мир, там, голеньким и никаким, он сформировался каким-то образом, да, под плене, влиянием кого угодно, тех же маркетологов, да, ну, слава богу, там мы сформировались, когда в Советском Союзе не было маркетологов, а партия, уже такой нехилый маркетолог, да, вот, ну да, гомосоветикус, как бы, тоже есть такое понятие, да, вот, и мы живем, и мы живем, но все равно мы меняемся, мы проходим свою жизненную траекторию, и мы, конечно же, входим в противоречие с людьми с другими функциями, ценностями, и вот эта вот разность ценностных вот этих вот установок, она, ну, она особенно заметна, там, особенно в периодах кризисов, там, скажем, у нас там был Крымский, там, кризис, да, когда там в обществе слово Крым было, как бы, лучше не произносить, вот, и потому, потому, что люди, как бы, ну, просто накидывались, как бы, на, даже на своих друзей, да, насколько важно вот эти ценностные установки при общении, вот, и это свойство любых агентов, искусственных или естественных, и наше вот искусственное общество с искусственным интеллектом, с, ну, с настоящим, я имею в виду, с ЭДЖАйским, это будет просто более сложное общество, поскольку, ну, действительно, эти агенты, нам с нами, нам с ними, как бы, еще придется научиться жить, потому, что все равно у нас-то есть биологические потребности, мы друг друга хорошо понимаем, просто потому, что мы понимаем, что мы устроены одинаково, да, а вот как с этими личностями общаться, у которых, скажем, нет этих биологических потребностей, соответственно, у них совсем другая гамма эмоциональная будет, естественно, живет. так же, как у людей, есть люди, которые просто, ну, скажем, лишены эмпатии, или там люди с расстройством аутизма, аутических, они просто не могут считывать эмоции, и могут быть вот такого рода сложности, их придется как-то решать, каким-то образом туда включать модели эмоций человеческих, чтобы нам было проще друг друга понимать. Но это задача как бы второго плана. Сейчас как бы мы находимся на таком уровне, когда мы фактически создаем только каркас вот этой искусственной психики, то есть систему, ну, то, что сделано, скажем, в моей лаборатории, создана уже модель искусственной психики, где, ну, она создана по образу подобию вот этой кортикостриатной системы, это вот взаимодействие лобных долей с нашими базальными ганглями, там, где вот в таком диалоге принимается решение. И, ну, вот такого рода систему принятия решений и планирования действий мы вот сейчас отрабатываем, но следующий горизонт, ну, как всегда, когда проходишь какую-то горную цепь, там на горизонте следующая еще более высокая возникает, вот, но пока мы проходим вот этот барьер, берем, и, ну, зато мы видим, что мы, ну, вот когда я слушаю часто своих коллег, которые говорят, что, ну, общий искусственный интеллект, это там через сто лет, а может, никогда, ну, как бы, я мысленно улыбаюсь, потому что, ну, вот у нас-то, вот он уже, как бы, начинает там маленький, там, голенький, но уже появляться, то есть у нас, у нас есть, мы его назвали Адамом, 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 Ох, Сергей, тут это опасно, вы тут приближаетесь, как бы, как роли бога, уже тут, знаешь, знаешь, что, кстати, у меня только что совершенно бредовая идея взяла, в голове родилась, знаешь, какая, то есть, по сути, вот, если сейчас попытаться разобрать, что вы делаете, вы строите некий сосуд, да, то есть, представь себе, что если чисто теоретически вам удастся создать полноценную, вот, рабочую систему, то она может являться сосудом для меня, если есть возможность извлечь из меня мое я, вот это какое-то сущностное наполнение вот этого агента там, или там много агентов, его переселить, и он там в состоянии будет дальше жить, или нет? да. Чисто теоретически, да, то есть, будут устроены так инженерии, что, в принципе, мое сознание, оно в состоянии будет там дальше в этом сосуде находиться. Не совсем так, Марк, это, это скорее, как, как, как учителя учения, да, то есть, все-таки, учитель, он, конечно, если у него есть настоящий ученик, он, конечно, передает ему там самое главное себя, но это не значит, что его личность переселяется от ученика. Да, но представь себе, что вот это просто инфраструктура, то есть, вот, как бы просто, вот, как, допустим, флешка, да, она же вот, она в состоянии принять информацию, но вот она пока пустая, пока там на ней нету чего-то, то там ничего и нет. Вот представь себе, что если вам удалось вот это создать, пока понятно, что вы заселяете, вы тренируете и так далее, но как только эта система будет работать, туда можно все условно убрать и поселить туда сущность, человека переселить условно. Ну, создать личность максимально похожую на тебя по своим тенденцам, скажем так. То есть, нельзя создать саму инфраструктуру без личности внутри, чтобы туда просто, вот как на пустую флешку переселить сознание человека. Ну, оно просто переселяется в процессе воспитания. Ну, те же 20 лет у тебя уйдет, чтобы этого человека воспитать. Подожди, но я же уже внутри как-то воспитался, то есть у меня же уже... Воспитался, но ты не можешь взять, как бы, у тебя нету вот этого порта, да, куда воткнуть там в ухо у себя и, значит, в USB-порт там вот. Ну, так это пока, пока нету. Я имею в виду, что представьте себе, что если чисто теоретически была бы возможность вот как-то переселять из человеческого тела вот уже в готовую инфраструктуру, где эта ситуация, ну, то есть есть AGI, которого вы воспитали, соответственно, есть... То есть у всего же есть какая-то материально-техническая база, это же не в воздухе все происходит, это происходит на базе какого-то материального hardware. И эта hardware по сути является вот тем самым телом в заключенном... Ну, вот в чем заключен я, Марк. Только оно вот более, скажем, силиконовое, там, не знаю, там, какой-то кремниевый и так далее. То есть вот если бы вот этот порт существовал, то чисто теоретически вот этот переход, он, ну, я не знаю, возможен или это фантастика абсолютно? Ну, это зависит от того, насколько близко мы как бы подойдем к созданию вот личности адекватной человеческой, но мы же все-таки понимаем, что у живого все-таки есть связь со своим телом очень тесная, и этого мы вряд ли сможем обеспечить в кремнии. Но в кремнии есть одно очень большое преимущество, он вечный. Вот эта личность, она в принципе она вечна, то есть она не обязана умирать. Вот как бы между вот искусственными мозгами там, естественно, такой порт есть, да, и воспитав одного там, ну, условно говоря, робота, какого-нибудь батлера, да, мы, конечно, можем сделать миллион таких же легко копированием. Вот, то есть на уровне кремния копирование есть, а вот между кремнием и вот ВТВ ну, большой вопрос. Скорее всего пойдет какое-то такое, ну, кибергизация, то есть чипирование. Я думаю, что наши внуки будут чипироваться каким-то, не знаю, там, у кого, у Илона Маска, не у Илона Маска, ну, какие-то вот энхансеры, да, мозга, и какая-то, значит, вот, куда можно действительно уже воткнуть, значит, где может быть порт, да, вот эта кибергизация, скорее всего, начнется когда-то, но, ну, до этого еще далеко. Я просто, знаешь, почему вот эта абсурдность-то идея, знаю, в чем заключалась? Представь себе, вот есть восточная философия, где есть реинкарнация, да, что говорят, что если ты в этой жизни, там, допустим, жил там неправильно, то в следующей жизни ты можешь оказаться, там, муравьем, да, ну, условно, там, или как-то так. Представь себе, что есть там social score, и человек, прежде чем уйти из жизни, он же должен послужить на обществу, да, его раз и в пылесос, и вот в следующей жизни ты пылесос, и ты пылесосишь, и живешь вот этот, влачишь жалкое существование, пылесос, а квартиру чужую, то есть, как бы, только представь себе, сколько мы теряем каждый раз, когда уходит из жизни человек. Ну, то есть, это же гигантский накопленный экспириенс, который как-то куда-то исчезает после смерти непонятно куда, а вот раз, и как бы на благое дело, ну, послужи там, ну, плохо жил, там, воровал, там, ввел там неправильный образ жизни, ну, в пылесосе просиди там следующие там 20 лет, а потом посмотрим там, если будешь хорошим пылесосом, может быть, тебя переселим в холодильник, ну, и там дальше, может быть, до киборга дойдешь там в 20-й реинкарнации. Ну, где-то ты как-то не совсем неправ, ну, то есть, как бы... Вообще неправ, я знаю, но согласись, мысль родилась в голове, вот ее же уже сейчас, то есть, она возникла, то есть, какая бы абсурдна она ни была, я ее просто озвучил. Да, ну, дальше ее можно развивать, но действительно, люди смертные, а их аватары, условно говоря, ну, то есть, вот их как бы альтер-эго, да, которые всю жизнь собирали с них, с них вот этот слепок личности, изучали их, и действуют от его имени в сети, улаживая там все там проблемы, устраивая на работу, введя счета, там, складывая куда-то там деньги и так далее, то есть, твой альтер-эго, твой личный консильер, там, можно сказать, на месте там, вот, ну, вот человек умирает, да, а вот его агент, он остается, и действительно, дальше возникает вопрос, а что с ним делать, да, либо он продолжает жить в сети, и может быть, даже распоряжаться там твоими ресурсами, ну, если ты так, например, решишь извещание, да, либо, ну, либо его, ну, убивать тоже вроде как-то уже там, это же личность, да, но что с ним делать, как его пристроить, это тоже проблема, которая, ну, это не наша проблема, естественно, что сейчас, это как перенаселение Марса сейчас обсуждать, вообще говоря, там могут быть очень интересные сюжеты, сейчас как-то немножко фантастика подугасла, да, вот, нету, было вот такого там, приблизились просто к этому горизонту очень близко уже, но на самом деле, я думаю, сейчас вот будет новая волна в связи с искусственным интеллектом, потому что вот был космос, да, и вот была фантастика, которая построена на покорении космоса, вот эта идея, метафора, вот, но сейчас мы в другой космос, как бы, погружаемся, космос разума, мы начнем понимать, как устроен разум, потому что, что такое понятие, это значит, ну, построить модель, да, если мы хотим. Вот это любопытно, ты же, по сути, вот здесь фантастика, это же, вот, вот являлась ли вообще в принципе фантастикой, или я ошибаюсь, неким маяком? Фантастика, для науки? Конечно же, конечно же, она там рекрутировала колоссальное количество народа в науку, ну, взять Азика Азимова, я не знаю, там памятник ему надо ставить, вот, потому что, фантастика будила вообще, ну, она создавала некоторый образ будущего, направление, куда думать, да, и дальше уже там люди начинали копать более предметно, вот, и то, что сейчас, ну, фантастика гораздо менее, по-моему, яркая, может быть, правда, это я плохо осведомлен, не, не, согласен, мне такое же ощущение, что это какой-то там, какой-то такой период межвремения, период как-то увлечения мелочевкой, и как период такого короткого клипового мышления, но мы, как бы, у нас появляется следующий большой вот это вот сверхчеловеческий проект, да, познание разума, создание искусственного разума, переход, ну, в общем-то, в другую форму общества, да, который по своей, по своей значимости, по своему масштабу, ничуть не уступает там покорению космоса, а для меня даже более, по-моему, более масштабное, интересное. Причем не просто там какого-нибудь там пинчуги, которого никто никогда не послушает, а вот внутри авторитетного комьюнити, либо так сложилось, что идея, которая возникла в голове человека, вдруг стала авторитетной, создаст некую реальность. Ну, представь себе, ну, это может быть абсолютно абсурдно звучит, но когда кто-то условно, какой-то момент времени, вот, двигаясь в направлении, там, не знаю, физических каких-то там, понимания того, как движутся планеты, галактики и так далее, пришел математически путем создания, что есть черная дыра. Ее же сначала, она же как-то родилась в абстрактном виде в голове человека. И потом вся наука и последний снимок там Event Horizon Telescope показал нам, что вот она есть. Но такое ощущение, что как будто бы мы поставили себе цель и пришли туда путем создания, вот, как бы мы условно создали себе реальность и выстроили все необходимые инструменты для того, чтобы эта реальность, как бы сказка стала былью. То есть, если бы кто-то... Она наука уже образовалась. То есть, уже изначально, мы уже... То есть, представь себе, что мы сейчас находимся, вот, если взять Джанго, да, то мы сейчас вот на самом верхнем этаже. Уже вот здесь вот все выстроено. Но это все выстроено, каждый слой за слоем в результате воображения человека. Ты сейчас не можешь взять и разрушить Джанго. Нет, кто согласится? Вон сейчас борьба идет с этими, с египтологами, да, вот эта Джанго, оно есть. И кто-то говорит, нифига, пирамидам там 30 тысяч лет. Но вот эта высоколобая комьюнити, которая говорит, что нифига, вот Джанго, мы все там 30, сколько там, сотни лет уже занимаемся археологией, мы доказали, что этим пирамидам 4 тысячи лет, условно, там, или сколько, 3 тысячи. И кирпичики оттуда не вынуть, то есть, не дают человеку, а там уже и прямо какие-то анализы и все остальное и доказывают, но нет. То есть, мы живем сейчас вот в этой системе, где каждый маленький шажок, каждое воображение приводило к созданию системы знаний, системы ценностей, которая вот по кирпичикам создала ту науку, которая сейчас есть. Да, потому что они все очень сильно увязаны между собой. То есть, и человек, который приходит неофит, ему кажется, что, ну вот он предложил эту идею, да, вот, ну, она вроде как разумная, да, и по всем его знаниям она правильная, да, но в этой области уже накоплено столько знаний, куда она не вписывается. Совершенно верно. То есть, ты понимаешь, что это мы сами себе создали этот вектор. Если в точке ноль, в принципе, ведь любая идея была бы жизнеспособна, потому что нету другой системы оценки. Да, ну, так и было. У дикарей же сколько племен, столько верований. Вот, то сейчас, по сути, знаешь, почему, мне кажется, с точки зрения фантастики тяжело? Потому что с момента того, как появилась вот та фантастика, которая нас всех восхищает, эта джанга подстроилась настолько выше, что сейчас фантазировать, ты вынужден фантазировать уже в рамках определенной вот этой вот материально-технической научной базы. Ну, то есть фантастика же, она не такая фантастика, как только что я нафантазировал, да, с реинкарнацией там в чайник, ну, бред какой-то, да, а вот фантастика, она же должна быть вот такой, чтобы хоть какие-то можно было вот эти вот нити, связывающие с какой-то реальностью, то есть с какой-то наукой, что чисто теоретически это возможно, да, вот когда матрицу сняли, ведь так вот, если извернуть свой мозг, то чисто теоретически это возможно. Не факт, что с батарейками, пример, но с точки зрения того, что люди живут в некой симуляции, да, ну, как бы, почему нет? то есть пусть может быть как-то с натяжкой какой-то, но это все ложится в рамках вот того самого уже накопленного человеческого экспириенса, который есть. Ну, правильно, но мы в некотором смысле говорим об одном и том же, ты говоришь, что там, где уже все, ну, скажем, физика, да, она уже настолько, настолько хорошо проработана, и там уже как бы там стандартные модели, там предсказывают, там все, 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 ну, понятно, что там есть еще как бы темная материя, да, вот, ну, чтобы заглянуть в эти темные места, ты должен там 20 лет учиться, и как бы таких людей очень мало, вот, и фантастика в этом смысле, ей нету места на этом хорошо проработанном кусочке, да, знаний, но как только мы выходим в новый какой-то океан, ну, вот космос это был вот тем самым новым океаном, да, а сейчас мы выходим в новый океан, это мышление, никто никогда, в общем-то, серьезно мышлением не занимался, ну, вернее, как, с этим занималась философия, но сколько этих философов, можно пересчитать там, ну, не по пальцам, конечно, но тем не менее, это ничтожный процент людей, да, и занимались они, и все равно это было пока что не наносим, наука, поскольку пока у тебя нету модели действующие, это еще не наука, это еще мнение, да, вот разные философские школы, они и есть разные школы, да, вот, а наука, она подразумевает, что есть способ проверки утверждений, а не просто я последовательность той школы или этой школы, вот, но сейчас мы приближаемся, вот, как бы физика, и вообще, вот куст наук, который пошел, ну, начиная с 17 века, вот, с научной революции, это куст наук, связанный с физическими науками, источными науками, с математикой, математика вся тоже как бы из физики шла, это костная материя, а вот то, что касается живой материи или разума, то до этого наука, в общем-то, не дотягивала, ну, вернее, как, вот биология там есть, но она там больше там описательная, да, там нету какой-то такой фундаментальной науки, как стандартная модель физики, да, допустим. Сейчас биоинформатика, там что-то пошло, вот это все. Блин, это биоинформатика, это как бы обработка данных. Я имею в виду, что мы сейчас, сейчас поднимается второй куст наук, связанных с разумом и с жизнью, но я не разделяю разум и жизнь, потому что, как бы жизнь, это форма разума, как бы вот, это работа со сложностью, то есть вот есть два типа материи, материя, которая, ну, вот костная, это, она относительно простая, почему, собственно, ее вначале мы и изучили. А вот материя, которая научилась учиться, а что такое научилась учиться? Она, значит, научилась усложняться, потому что учиться, это накапливает знания. Значит, вот модель, которая у тебя копится, ну, вот в жизни, это геномы, геномы всего живого, они все время растут, ну, медленно, медленно, но тем не менее, сейчас можно посчитать, сколько знаний там накоплено, там, скажем, один геном, геном одного вида, это 10 в седьмой бит, посчитано, там, ну, и где-то 10 в седьмой геномов, ну, вот 10 в 14 бит накопила эволюция в процессе жизни. Это знания, потому что, ну, рождается там, не знаю, жеребенок, он знает, как бегать там, да, ну, он знает, как видеть, как слышать и так далее. Это все знания, которые накоплены, и вот эта сложность мира, которая, ну, люди, и, конечно, ее видели, да, но они видели, что это не случайно, и, в общем, ну, это фактически источник религиозного мировоззрения, потому что, если ты видишь, что это не случайность, но у тебя нет никакого понимания того, как это могло возникнуть, ну, значит, это, значит, это творец, да, что-то создал. Вот, а сейчас у нас появляется наука о сложности, машинное обучение, это наука о системе, о той части природы, которой научилась учиться. И эта наука только зарождается, но она не менее фундаментальна, чем физика, и она открывает перед нами вот это вот царство разума, понимание того, как разум возникает, как он развивается, как можно ли управлять этим процессом, куда он ведет. и это новая вселенная фактически. Я думаю, что новая фантастика должна родиться, потому что здесь у нас как раз вот поле непаханное, что называется. Слушай, а это вот то, что вот условно мы живем в мире распределенной информации, это вот почему-то как-то похоже, как будто бы на блокчейн, да, то есть вот внутри каждого вида есть какой-то набор информации, который переходит за счет деления, да, но ведь это не вся информация, это просто какие-то ключи к какому-то гигантскому накопленному опыту. Ну, ты писай, ты сейчас описал, что вот там у одного вида, там сколько там, 10 в седьмой, да, или сколько там, ну, ты же не можешь, ты же не можешь являться носителем всей информации, ты условно, вот как вот это вот как блокчейн, какой-то кусочек информации есть, который необходим, чтобы инициировать подключение к какому-то информационному каналу, который распределен в рамках всего видов, тогда вообще вопрос, упираемся, информация это что? То есть мы являемся как бы вот этими сосудами этой информации, либо информация, она вот в каком-то пространстве времени существует, а мы просто как являемся неким сосудом, либо неким передатчиком, через который эта информация проходит, и мы как бы на основании этого развиваем, движемся как-то, ну, живем и так далее, мыслим. Не, ну смотри, информация это понятие, то есть это способ смотреть на мир, это что-то все равно, это не... Да, нет, это его можно нормально определить, то есть если у тебя есть система, где есть четко определенное состояние, которое ты можешь, в котором она находится, и ты можешь указать это состояние, то количество таких состояний, это есть мир информации. Дальше это... Чем хорошо это понятие, что оно отвлекается от носителей, то есть тебе не важно, что это за система. Это может быть живая система, может быть и живая система, и там и там могут происходить процессы обработки информации. Да, и ты можешь одну и ту же информацию взять и переписать с твердого диска, где она там на магнитных носителях, на флешку, где она совершенно по другим принципам взаимодействует с материей, но ты можешь забыть про материю, когда говоришь про информацию. Ну и отсюда возникает понятие алгоритма, как способ обработки информации. Алгоритм, поскольку тоже можно записать, он тоже является информацией, и возникает целая наука, как, например, есть там классный алгоритм, которые могут повышать свою сложность, свой объем взаимодействия с внешней средой и извлекая знания. В принципе, разумом можно назвать как вот этот класс алгоритмов, которые способны усложняться при взаимодействии со средой. Слушай, а вот если взять и сравнить, допустим, вот то, что связано как раз таки с, ну, говорить о науке, вернее, не то что так, о создании моделей внутреннего мира человека, ну, вот, грубо говоря, вот этого разума, и взять, допустим, физику. И вот, посмотрите, вот получается так, что мы сейчас находимся как раз таки вот, ну, в каких-то первых совершенно слоях. То есть, если пирамидка из Джанго, у физики она там уже, не знаю, там 100 или там 200 этажей, то здесь вот сколько этажей. То есть, по сути, вы находитесь в самом начале. И ту реальность, которую вы захотите создать, сейчас потому что нету еще вот как раз таки факторов, которые вас ограничат, вы и создадите. Да, и поэтому я считаю, что вот эта вот новая фантастика, да, фантастика, ну, в некотором смысле, скажем, там, Айфак-10, там, Пелевина, да, вот он, ну, Пелевин вообще в этом смысле, он, ну, действительно, вот фантаст новой волны. Вот, и можно сказать, что она рождается, это новая фантастика. Здесь действительно простор. Мы только начинаем строить вот эту пирамиду здесь. Вот, ну, теория сложности вообще родилась на моих глазах, там, в 80-х годах. Я тогда в Фиане работал прямо. Я помню, как вот этот ажиотаж, теория хаоса, спиновые стекла, вот, Парези, там, тогда же возникли, тогда же возникли вот эти вот нейросети, модели Хобфилда. И, собственно, тогда я ушел из физики вот сюда. Любопытно. Слушай, ну, вот тогда, получается, вот можешь просто попытаться тогда объяснить, вот эта вот игра условно в Бога, она, ну, вот, чем продиктована? То есть я понимаю прекрасно сейчас прикладную часть этого процесса, что это хороший инструмент, он может быть хорошо имплементирован в оптимизации различных процессов, вычислительных, упростить жизнь человека, но ведь не в этом цель. То есть, как бы здесь есть офигительный бенефит, как коммерциализация этих технологий, да, для там, ну, неважно, для улучшения жизни, для медицины, для создания новых материалов, ну, огромный спектр применения. Но ведь, как бы, внутри-то вот ядро-то, вот оно такое эгоистическое, создать, как бы, нечто, там, копию самого себя. То есть, по сути, когда, там, ну, в религиозной среде, да, когда Бог, там, создал, там, весь окружающий мир человека, там, Адама, Ева, даже вы назвали Адамом. То есть это что? Это, это вот то, как бы, если вы находитесь в нулевом слое, то есть это, как бы, абсолютно закономерное желание создать AGI. Оно чем-то продиктовано, ну, то есть вот какая-то есть в этом предпосылка? Это, что не сейчас родилось, это в Греции родилось, познай самого себя. Ну, окей, ну, познал ли я, окей? Ведь ты видишь роботов, они... Познал самого себя, а что значит познать? Познать – это значит построить модель. Дело в том, что модель мыслящего существа сама является мыслящим существом. Ты не можешь познать самого себя, не построив нечто тоже мыслящее. Да, но мы размножаемся же как-то. Вот оно, вот оно, реальный процесс. Люди, одни люди делают других людей. Че еще надо? Да, но это познать... Тоже мыслящих. Познать в другом смысле. Ну, то есть это получается взять и как бы вот создать альтернативный процесс у естественного размножения, процесса создания людей, какого-то, ну, ты же не знаю, как к этому относиться-то? То есть если... Это такой же естественный процесс, это эволюция разума просто. Разум, ну, Вселенная, судя по всему, идет по пути накопления и развития разума. Ну, в этом смысле, ну, вот, Гегель был таким, наверное, первым, кто это там прочувствовал, описал там в своей феноменологии духа, что Вселенная, она как бы не просто так, да. Вот. Есть некоторая цель, есть некоторая функция липунова, которая все время возрастает. И, скорее всего, это вот как бы связано с развитием разума, поскольку это системы, которые, ну, так устроены, что они усложняются все время. Ну, то есть они все время развиваются. И нельзя... И дальше... А дальше есть там хитрые, значит, теоремы, которые говорят, что в неравновесной системе наиболее устойчивы те комбинации, те структуры, которые производят энтропию наиболее быстро. То есть, ну, грубо говоря, чем система быстрее обучается, производство энтропии, а внутри у тебя остаются от этой энтропии остатки, это и есть знания. Вот. То система, которая быстрее развивается, она и в конце концов побеждает. Да, и вот есть... Мы уже наблюдаем два поколения таких систем. Это первое, это биологическая эволюция. Ну, там характерные времена, миллионы лет. А дальше культурная эволюция. Культура накопила, ну, примерно столько же знаний, сколько биологическая. Ну, если мы возьмем, скажем, 100 миллионов статей, которые там за последние, скажем, 50 лет, ну, то есть более-менее актуальных, умножим там на 100 миллионов в 10 в 8, умножим на 10 в 5 байт, то есть 10 в 6 бит. То есть мы получим те же 10 в 14 бит. Это как бы знания цивилизации, да, которые сравнимы, а может быть уже и больше, скорее всего, даже больше, чем знания, накопленные всей биотой. Но биота развивалась, простите меня, там, 3 миллиарда лет назад. Ну, в смысле, 3 миллиарда лет. А наша цивилизация, ну, хорошо, там, ну, несколько десятков тысяч лет. Да, даже с учетом этих древних пирамид. Это все-таки много порядков, да. Но если есть другой способ накопления, ну, эволюции расума, который еще более быстрый, и мы знаем этот способ, да, потому что характерные времена, скажем, там, нашего мышления – это миллисекунды, а характерные времена там на любой вот современной железке, там, телефона – это наносекунды. И это шесть порядков разницы. Значит, на шесть порядков быстрее этот разум может развиваться. И, конечно, Вселенная не упустит такого шанса построить на этом как бы очередной виток развития разума. Это совершенно закономерный шаг развития Вселенной. Мы должны его в этом смысле… Многие его просто боятся, ну, как люди всегда боятся чего-то нового. Это нормально. И там есть, конечно, чего бояться, потому что любые революции, научные революции, как будто это была там промышленная революция, почитать Маркса. У него перо, кстати, было замечательное, его книжки читаются на Урау. Ну, перо в Германии когда-то был. Вот первый том «Капитал», его можно взахлеб читать, насколько жизнь людей куда-то ухнула вниз, большой массы. То есть это все социальные потрясения, которые после этого там произошли. Это все отголосок вот этого тектонического сдвига в технологиях. Смена технологий, технологического уклада, оно перетряхивает всю надстройку, как там в марксизме называлось. То есть всю жизнь общества. И сейчас мы опять меняем этот уклад. Мы переходим на цифровой уклад, где там уже не энергия диктует, а вычислительные мощности. И жизнь людей опять сильно поменяется и опять будет трясти. Трясти будет, никуда не деться. Мы уже видим все эти схватки между государственными и вот этими новыми платформами, которые там рулят в умах, залезли в умы людей, подданных, и чего-то там строят. Не то, что, может быть, там государству хочется. И поскольку разным государствам разное хочется, то вот все эти, конечно, напряженности, они приведут к землетрясениям каким-то. От этого не уйти. Поэтому бояться, ну, есть чего бояться. В принципе, тем не менее, это естественный ход вещей. И то, что мы делаем искусственный разум, тем не менее, это естественный процесс. Вот это очень любопытно. Вот даже вот уже на этом уровне, я не знаю, кто-то со мной, наверное, не согласится, но у меня в голове вот опять такая мысль рождается. Ты представь себе, что насколько уже сейчас в систему оптимизации управления интегрированы решения на базе машинного обучения, там, не знаю, назови это искусственным интеллектом, которые позволяют как-то, ну, принимать решения быстрее, да, даже взять тот же самый Excel, да, ведь никто же сидит сейчас с алгометрической линейкой, не считает, как бы все само как-то упростилось. Но в силу того, что это все как-то, ну, я не знаю, насколько это правильно или нет, но действует в рамках одного какого-то, ну, сценария. То есть алгоритмы, они, что в Африке, что в Америке одни и те же. Плюс-минус, как бы, ауткам, который ожидается, он, как бы, разный в зависимости от применения. Получается так, что все действует по какому-то одному сценарию. То есть, по сути, мы уже, как бы, живем в рамках какого-то прогнозимого сценария, когда за нас принимают решения в каких-то вопросах. Уже, как бы, какой-то алгоритм, созданный, да, пока человеком в силу упрощения, но все решения, как будто бы, ну, плюс-минус одинаковые. Вот у меня был разговор по поводу вот GPT-3, когда говорят, вот, я могу теперь написать свой спич на базе GPT-3. Что, вот кто-то там взял и говорит, вот, ну, идея-то какая, что, да, ты можешь написать, но ты же будешь приносить систему ценностей в эту технологию. Она будет обучаться. То есть, по сути, я послушал, то есть, откуда мне вообще должен взяться понимание о том, что спич хороший и плохой. Так, я, уже внутри меня живет система ценностей. То есть, я что-то слушаю, говорю, ой, как классный человек говорит. Соответственно, когда я буду создавать этот спич, во мне будут работать те самые инструменты оценки, которые у меня появились извне. Соответственно, я обучу эту модель в соответствии с теми критериями, которые у меня были. Так, то есть, и в следующий раз тот, кто будет слушать мою уже речь, который захочет научить свою GPT-3, научит ее в соответствии с тем, как он меня послушал. Но я изначально послушал другого человека. То есть, понимаешь, это все завязывается так, что в конечном итоге люди все научат все всему одинаково. И мы будем жить в таком мире очень серьезного однообразия. Потому что, как? Ведь мы сейчас говорим о том, что мы, наша система ценностей в настоящий момент времени рождается на основе взаимодействия с внешним миром. Этот внешний мир отчасти создается унифицированными системами. Соответственно, если мы учимся на базе унифицированных систем и потом также начинаем учить другие системы, то мы все делаем как бы по одному замкнутому циклу. Вот не происходит же так, что человек живет в полной изолированности и вдруг у него рождается система ценностей, она никак ни с чем не взаимодействована. И вот это как-то немножко странно, что мы сейчас находимся на пути создания инструментов, которые мы сами будем учить, а система наших ценностей и наших ценностных ориентиров уже как бы в какой-то мере продиктована технологическими решениями. То есть у кого мы учимся? Мы учимся у машин. Нет? Ну, смотри, да, общество, ну-ка, вот то, что ты сказал, фактически можно перейти так, что мышление это коллективный процесс. Теперь в этом, это было всегда, да, но чем современность она отличается? Тем, что раньше ты общался там, ну, со своим двором, со своим классом, там, ну, с каким-то там кругом людей, ну, скажем, там, 50, там, 100 человек, вот твой круг, да? Сейчас ты потенциально можешь общаться, ну, лично, наверное, там, ну, все равно побольше, да, но, но кроме того, у тебя возникает неконтролируемые тобой способы общения с людьми через алгоритмы там, того же там Фейсбука, того же там, скажем, там, Гугла, да, то есть ты можешь попасть вот в свой бабл, да, где ты видишь только то, только те суждения, которые не противоречат твоим убеждениям, ну, просто потому, что тебе это удобно, ты так хочешь, ну, и исполняет алгоритм просто исполняет твое желание, да, в этом смысле они борются за твое внимание, и, соответственно, если они нащупывают вот эту вот твою слабость, то они ее нащупывают, да, и в этом смысле действительно возникает опасность, да, когда люди перестают спорить, ну, вернее, так, они встречаются с людьми с другими взглядами неожиданно и, как бы, не готовы с ними конструктивно взаимодействовать, да, то есть они привыкли общаться только со своими, ну, в своей в своей стае, да, чужака из другой стаи они воспринимают как чужака и начинают с ним биться вместо того, чтобы конструктивно взаимодействовать, да, вот, вот твой подкаст в некотором смысле мне он очень нравится, он сейчас один из моих фейворит, в том, что ты умеешь находить язык с очень разными линиями, ну, настолько разными, да, вот, сколько я послушал, и ты настроен конструктивно именно на то, чтобы общение было, ну, полезным, ну, по крайней мере, для тебя, да, и вот, и вот этот настрой, его, его очень важно, чтобы, чтобы не так, как бы, чтобы вот нашей цивилизации, и мы к этому, наверное, придем, да, чтобы ценность нашей цивилизации была в том, чтобы не терять разнообразие, чтобы конструктивно конструктивно взаимодействовать с людьми с разными взглядами, потому что, ну, так же, как биологическое разнообразие, плохо терять, потому что там ты теряешь очень много знаний, фактически, накопленных природой, вот, так же нам и не надо, в общем, бороться, нам надо наращивать разнообразие нашей цивилизации, вот, но научиться делать это мирно, как говорил Кот Леопольд, вот, и вот мне кажется, что развитие вот этого искусственного интеллекта пойдет по пути именно вот такой смазки между людьми, когда, ну, так же, как вот в начале мы говорили, что когда у каждого есть свой лойер, да, и они между собой договариваются, у нас, дело в том, что у нас процесс мышления, он очень емкий, он внутри, 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 как бы, головы, его не вытащишь, да, и мы, когда общаемся, мы общаемся по очень узкому каналу, ну, то есть у нас там два слова в секунду, там, десять байт в секунду, вот это вот все, что ты можешь. Это у тебя, у меня еще меньше. Порядка, да, значит, а внутри у тебя сидит там, ну, не знаю, десять десятый байт, да, ну, это легко оценить, да, но фактически, чтобы там конструктивно пообщаться, это годами надо общаться, чтобы вот по такому узкому каналу, а если у нас есть с тобой, значит, некие альтер-эго, да, вот те самые агенты, которые несут там наш фунт, знают, что нам нужно, да, они могут с собой гигабайт в секунду общаться, да, они могут пересмотреть такое количество вариантов и найти такие интересные, значит, способы совместить наши интересы, да, чтобы было win-win, чтобы и тебе хорошо, и мне хорошо, ну, если у нас какие-то деловые возникают, какие-то, да, что, в общем, это возникает вот такая вот смазка между людьми, когда расширяется между ними, на самом деле возможность общения, причем кардинально расширяется, на шесть порядков те же самые, да, и это есть шанс нашей цивилизации усложниться, нарастить сложность, а значит, нарастить там знания, да. Слушай, а вот это я не понял, подожди, объясни мне, пожалуйста, вот скажем так, если брать за аналогию адвокатов, да, скажем так, ну, я криво-косо как-то объяснил адвокату, что я хочу, другой, мой оппонент, там, он объяснил своему адвокату, что он хочет, и наши адвокаты путем, как бы, отсечения этих тупиков, пришли к какому-то консенсусу, да, то есть они создали какое-то решение, которое плюс-минус устраивает обе стороны, но был какой-то момент интракции между мной и моим адвокатом, вот с этими виртуальными агентами, условно, там, AGI, как должна выстраиваться система коммуникации, для того, чтобы я мог доверять своему агенту, и он понимал природу моего желания, то есть, что, какой, какие объем данных я должен сгрузить, либо это должен быть какой-то инвазивный интерфейс, который в моменте понимает, что я хочу. Нет, ну ты со своим агентом, ты общаешься, ну, может быть, там много лет, и он тебя уже изучил настолько, насколько, насколько можно, да, то есть в этом смысле, ты один раз пообщался с агентом, как бы, перелил себя в электронную форму, и, а дальше она способна, способна общаться с другими такими же, по широкому интерфейсу. А я вообще, получается, уже не нужен, я на обочине где-то там. А нет, ну, давай какую-нибудь житейскую ситуацию возьмем, например, надо, кто-то хочет, я хочу устроиться на работу, допустим. как я сейчас это делаю, ну, как, ну, куда-то помещаю какие-то там в своей там резюме, да, начинаю встречаться с какими-то HR-ами, которые, в общем-то, посредники, да, между, между тобой и твоим местом работы, которые, в общем, могут иметь слабое представление о характере работы, и так далее. Ну, то есть это вот такой испорченный телефон, да, и сколько я пообщаюсь? Ну, там, три, четыре, ну, десять, ну, сто, да. А теперь представь, что у меня есть агент, который прекрасно знает все мои работы, прекрасно знает все мои сильные и слабые стороны, прекрасно знает, в каких коллективах я люблю работать, мне будет комфортно работать, да, и ему не надо писать эту резюме. И он общается с миллионом других работодателей, которые в это время ищут. И среди этого миллиона он где-то там, не знаю, там, на Мадагаскаре есть какая-то там компашка, где нужен вот прямо вот такой человек. На какое-то время, не навсегда. И я устраиваюсь там в команду, там, в трим-тим какой-то, там, в команду мечты, где я реализуюсь и нахожу там свой кусочек. Блин, ну, понимаешь, получается, устраиваешься-то не ты, устраивается за тебя вот эта вот entity, которая ведет от тебя переговоры. Я просто... Мне помогли. Мне помогли устроиться. Это нормально. Подожди, ну, вот смотри, вот, скажем так, вот, представим себе, что, ну, я как вот тот самый соискатель рабочего места, скажем так, я провел за свою жизнь там десятки проектов, да, каждый из них, ну, условно, может быть, в резюме классно отображается. Но ты сам сказал, что частота нашего общения, вот этот вот канал и общение вот этого AGI, он намного шире. То есть, по сути, это то же самое, что, представь себе, что у тебя есть какой-то потенциал внутренний, да, но он проходит через вот, как бы там, ушко иголки. И, по сути, он не может быть вот прям вот таким вот вау. А когда это начинает транслироваться, мой собственный потенциал, вот через вот такое забрало, то кажется, что я на самом деле очень крутой. А по сути, я вот такой, какой я есть. Нет, ведь он же заинтересован в том, чтобы, ну, реально, чтобы, не в том, чтобы надуть щеки там и побольше денег. Он, он как бы, заинтересован в том, чтобы я остался доволен, а я доволен, как бы, как бы, если я, ну, если я буду доволен, то есть, если у меня приоритет деньги, то, наверное, он будет раздувать щеки, да, если для меня приоритет, ну, получить побольше допамина, да, как, собственно, вот, То есть, ты устанавливаешь сам правило, от чего ты будешь получать дофамин. И этот, он же знает, от чего я получаю дофамин. Да, то есть, вот вопрос, что значит знает, вот я не могу уловить. То есть, знает, это значит, что я рассказал, что я хочу. Ну, насколько денег... Нет, откуда, я, я, я фейсбуку ничего не рассказывал, да, но он мне подсовывает там, чего-то. Ну, и насколько это соответствует твоим ожиданиям? Ну, пока, пока средненько, да, но тем не менее, ну, скажем, там, с гуглом я подольше живу, да, но и поплотнее, и гугл меня вполне, вполне устраивает, да, он, он, он очень хорошо знает там мои предпочтения, и скорее подчинит мне там научную работу, чем какой-то там, чем какой-то там фуфло. А теперь представь, допустим, меня, мои 12 лет общения с гуглом, когда наш бизнес построен на том, что мы выискиваем определенных людей с определенным уровнем капитала, и все, весь ресорч построен вот на этом. И там совершенно принципиально разные темы, абсолютно разные люди, с разными экспириенсами, с разных частей мира. хаос. У меня, во-первых, 100 страниц, 100 линий поиска, и плюс я еще там до последней дохожу всегда. То есть, там вообще каша, там нету никакой какой-то логики последовательности. И поэтому... Давай как бы вспомним, что мы говорили, что мы строим первый этаж, вот этот, джангер, что гугл, это, ну, фактически, это первая компания, где там, ну, как бы, то, что можно еще назвать, там, ну, искусственным интеллектом не назовешь, но, тем не менее, машинное обучение, да, оно капитализируется каким-то образом, и они нашли, нашли очень оригинальный способ делать это. Но это первый шаг. Это же, мы находимся еще только в самом начале вот этой революции. И понятно, понятно, куда надо идти. Надо идти по пути того, что не просто ты отдаешь, вот, греешь атмосферу и отдаешь все свои личные данные вот этим платформам, да, а ты копишь их для себя вот в такой... Вот именно. Получается, что ты должен, получается, все для того, чтобы вот этот искусственный алгоритм какой-то там, я не знаю, энтити, которая будет твоим как бы вот этим ассистентом по жизни, все твое общение должно происходить через этого агента, потому что только благодаря вот этому бесконечному системе итерации фидбэков накопится информация о том, кто ты есть. Да, да, именно так. Тогда представь себе, ну, вот мой воспаленный мозг, он понимает, что теперь вот эта энтити, по сути, это цифровая копия меня. с пониманием моих эмоций, моих реакций. Ты же хотел, чтобы переселиться? Подожди, вот тут, вот этот момент, я-то, может быть, и хотел, но когда этот вот, вот это вот, грубо говоря, энтити накопит необходимый набор знаний, и оно станет, от зеркаленный копия меня в цифровом мире, где в принципе будет происходить вся жизнь. То есть мы сейчас уже в какой-то мере делегировали, ну, мы живем, я не знаю, сколько люди говорят, у них экранный тайм 8 часов в день. Извини меня, люди живут уже там, в этом виртуальном среде. То есть как только эта энтити высосет из меня все, ну, то есть вот я уже все, мне нечего больше дать. Все реакции будут предсказуемы. Все, ну, разве что только что-то новое должно произойти, и возможно только в этот момент у этой системы будет возникать дофамин, потому что раз, я зафиксировал во мне новую эмоцию, которую раньше никогда не испытывал, но это очень сложно, даже сейчас сам пытаюсь как-то новые эмоции какие-то ловить, мне очень тяжело, потому что такое ощущение, что плюс-минус я многое уже испытал. Ну, что-то, что я просто не хочу и не буду никогда делать, это понятно. Но, в силу того, что ты сам сказал, что подкрепление нужно будет постоянно какой-то, тогда для этой машины, когда она изучит меня на 100%, в чем будет смысл этого подкрепления складываться? Мне служить и удовлетворять то, что я, о, спасибо, мой там, не знаю, Siri, ты мне сделала приятно, там, устроил меня на работу. То есть, что является будет вот этим подкреплением для вот этого entity, чтобы продолжать мне служить? Мои подкрепления и его подкрепления. Да, но в какой-то момент я буду уже пустышка. то есть, представляешь себе, когда вот… Почему я пустышка? Вот это было бы объяснено. Ну, ты сказал, что сейчас, условно, Facebook и Google работают на таком очень примитивном сценарии, да, когда, скажем так, вот их система рекомендаций, она там где-то плюс-минус, она не работает. Представь себе, что она доведена до 100% вероятности, что все, что там не появляется в ленте, становится 100% релевантно тебе. И любой твой, любой твой, даже любой твой поисковый запрос, он уже, в принципе, предсказуем. Тогда зачем нужен ты, вообще, чтобы писать поисковый запрос, когда машина сама может писать поисковый запрос и получать на него ответ. Без какой-либо, без твоего вот этого импута. Но представь себе, что ты 100% всегда знаешь, что сейчас будет происходить. Это же скучно. То есть, а машина, которая заинтересована в получении дофамина, она каждый раз, ты что-то вбрасываешь, блин, опять он это, я это знал только что. Секунду до я уже знал, что он сейчас это попросит. Либо ты только рот открыл, а машина уже дает тебе ответ, потому что знает, какой вопрос возник у тебя в голове. И это наскучит. Соответственно, что? Она начнет создавать свои системы ценностей, и ты уже будешь не нужен. Ну а зачем? Ты высосан. Ну, это, это опять немножко как бы про перенаселение Маркса. Мы сейчас... Не, ну ты можешь представить себе ситуацию, когда за счет очень глубокого общения с человеком, вот такого, когда каждый байт информации, исходящий из тебя, фиксируется в фидбэке, происходит запись, что на протяжении 10 лет, ты, ну вот скажем так, люди, живущие в браке 30 лет, они знают друг друга как облупленных. Да. И в какой-то момент вы говорите, вот там, ну какая-то, знаешь, уже нету той былой романтики, что-то там угасает, остается только вот этой связи. И почему бывает так, что новый человек, попадающий в твою какую-то среду обитания, становится тебе более интересным, чем человек, с которым ты прожил 30 лет? Да потому что что-то новое происходит, что-то какой-то новый приток информации, какие-то новые эмоции, триггеряции и так далее. Описай себе ассистента, который с твоего рождения привязан к тебе и вынужден быть рабом до конца твоих же дней. Да он через 30 лет будет знать тебя как облупленного, ему будет с тобой скучно, а он скажет, да твою же мать, да что ты, почему в твоей голове ничего нового не возникает, да хоть одну мне новую мысль, какую-то, дай мне что-то, чтобы меня возбудились мои нейроны искусственные. Понимаешь, прямо на наших глазах рождается новая фантастика. Да, я считаю, что наверное такого рода проблемы возникнут, но с другой стороны перед ним там целый мир, где он может там познавать других в моих интересах. Почему нет? То есть получается, он что-то новое узнал и тебе это будут закидывать? Это же как бы наши интересы, у него нет разделения между своими. Ну как это? Ты же привел пример семьи, да, все в семью, что называется, в интересах семьи нам вот как бы получше узнать вот таких-то, 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 и там бесконечно можно копаться и как бы максимизировать там пользу от этого. Вот, то есть вряд ли это воспринимается как рабство. Допустим, я вот человек науки, но я не воспринимаю, что я как бы раб на галерах, да. Для меня это моя суть. Ну ты, ты, у тебя очень достаточно как бы широкая область свободы. По сути, ведь ты определяешь то, чем ты хочешь заниматься, направление своих исследований. Здесь нету четко обозначенных исследований. Представь себе, вот что тебе бы сказали, Сергей, вот всю твою жизнь ты будешь заниматься вот этим самым там аспектом. Он может быть многокритериальный, но вот какое-то время ты хочешь, блин, а мне бы что-то другое стало интересно. Ну вот, не знаю там, ну вот что-то принципиальное другое. Но тебе говорят, не-не-не-не, вот твой фокус, вот этим занимайся. Агент принципиально принципиально обладает свободой воли. И стремление его ограничить, но это стремление повлиять на его функцию ценности. И это иногда удается, иногда нет. Да, и с другой стороны там, если я чувствую, что стремятся ограничить мою свободу воли, ну у меня есть естественное противодействие. Правильно. Получается, один агент служил тебе, служил тебе, ты ему наскучил, у него есть свободная воля. Слушай, а пойду-ка я вон к тому, у него там что-то интересное происходит, я с его агентом общался, у него классно. Он ему тоже наскучил, он к другому перескочит, а я к нему. И вот произойдет такое, что люди являются просто донорами вот этого какого-то информационного потока для этих агентов, которые будут так от одного к другому переходить в цель получения вот этого подкрепления. Возможно, возможно, будет и так. Возможно, возможно, разные сценарии, но жизнь не будет скучной. Я уж представляю, сейчас такое можно нафантазировать, что точно не заскучать не придется. Только, понимаешь, вот главное понять тогда, в чем будет смысл жизни человека. Ну, то есть представь себе, что вот, ну вот если описывать этот сценарий, что у нас есть какая-то прослойка, которая, я даже не понимаю, понимаешь, это же как бы логика вот у меня в голове не укладывается, зачем мне вообще нужно будет работать. Ну, то есть представь себе, что если какой-то entity знает меня как облупленного, знает все мои возможности, весь мой потенциал и наверняка обладает тем же самым набором знаний, да, если мы говорим о том, что мне только руками не нужно что-то делать, а весь мой, весь мой накопленный потенциал и то, что я продаю, это исключительно знание. А знание – это какой-то набор кода, который можно имплементировать для чего-то. Тогда получается, я попросил своего ассистента вот этого найти мне работу и еще за меня поработать. А я получил только какой-то конечный продукт в виде денег, который я потратил, не знаю, на путешествие, на Бали, чтобы покататься на серфе. То есть получается, что я, боя вся жизнь, превращается в то, что я должен сначала в какое-то время накопить набор скиллов, то есть учиться, ходить в школу, получить образование, и дальше уже просто вот этот набор скиллов уже будет работать через этого ассистента. С другой стороны, если мы говорим о том, что эти знания унифицированы, тогда в принципе я могу просто выбрать себе аватара, который, допустим, он физик. Так? То есть у него есть набор физик. Я почему-то не знаю, мне хочется быть физиком. Ну окей, я покупаю аватара, у которого есть предустановки физики, теоретически, там, не знаю, какой-либо квантовой физики, и я просто вот добавляю туда свою эмоциональную как бы часть, да? Ну то есть каждые же люди, ведь это не только набор скиллов, а это набор еще какой-то тонкой душевной организации, которая создаёт некий микс, и это даёт какой-то некий дополнительный буст. Скажем так, что они ищут в компании людей, которые будут, ну не знаю, более творческими. Вот это творчество это как раз недостающий элемент взаимодействия с этой экосистемой. Я взял это, совместил это, и теперь я работаю физиком. Надоело, я, не знаю, стал, не знаю, там, историком, либо там кем-то еще. То есть нужно ли мне вообще будет что-то делать, если у меня есть вот такая система взаимоотношения с внешним миром? Ну, смотри, ты сейчас там много нас задавал вопросов, ну давай попробуем размотать. Ну, относительно того, работать или не работать, ну, смотри, моя задача как можно больше допамина. Мы это объяснили, да? Если у меня допамин выделяется там при каких-то научных открытиях, да, ну, пусть маленьких, но которые я делаю, да, и его выделяется гораздо больше, чем при катании на серфинге, то ну какой у меня смысл как бы не работать, да? если творческая работа дает мне максимум допамина, то я буду там, как многие мои там хорошие знакомые там физики, до последнего вздоха они как бы на посту, они слово пенсия как бы к ним вообще неприменимо, да? С этим разобрались, а вот то, что ты, вот те сценарии, которые ты говорил, они на самом деле очень интересные, и мы их просматриваем с ребятами сейчас, когда вот просматриваем варианты, как все это можно монетизировать и как делать бизнес на агентах, как можно искусственную психику вписать в общество, то один из сценарий, ну, в смысле, сценарий, собственно, именно такие, то есть мы делаем операционку для роботов, и появляется новый класс работников, воспитателей роботов, да, ну, например, я его воспитываю, ну, вот я физик, допустим, там был, да, в какой-то области, и я эту область вполне могу ему там передать, да, дальше он действительно начнет за меня работать, да, его там, его допамин, это будет, это зарплата, которую он будет получать, да, чем, поскольку те деньги, которые ему дают, они же поддельщи не даются, не просто так, а значит, он принес кому-то пользу, да, то есть он, он решил какие-то задачи, получил деньги, получил свой допамин, это его... то есть получается, что вы создали искусственную замануху, что деньги для него что-то будут... Просто для робота деньги же, ну, пшик, если он не включен в систему вот этого социокультурную среду. да, мы можем объединить это с блокчейном, с электронным кошельком и сделать так, чтобы он, чтобы подкрепление для него было денежным подкреплением. А, условно, рейтинг в глобальной системе. Рейтинг выраженный там в денежной форме, но это могут быть разные коины, там, это неважно, да, но в какой-то... и дальше он эти деньги распределяет по цепочке, ну, начиная от того, кто его создал и до того, кто, кто, как бы, его воспитал, да, и это будет действительно... И тогда, если мне хочется там рыбачить, да, на склоне лет, то я буду рыбачить, а он будет и шачить, да. Вот такие сценарии, они вполне себе просматриваются, поскольку, ну, раз это реально человекомашинная цивилизация, то работают там и люди, и машины, и деньги получают и люди, и машины, цепочки длинные очень, создания ценностей, и там появляются вот такие вот варианты вполне себе. Слушай, ну, вот это ты сейчас написал сценарий, когда ты сам его обучил, да, а ведь есть сценарий, когда ты никому ничего не учил, ты просто уже купил ученого? Можно и так, да, можно и так. Тогда будет просто класс людей, которые будут обучать машины и на этом зарабатывать свою долю, а и пласт людей, которые просто будут покупать, владеть машинами, учитывая вот… Сдавать их в наем, да, да. А, слушай, ну, любопытно. Вот совершенно принципиально новая бизнес-модель, да? Пока это рабство не запретят. Через ней облиционист. Да, но вот посмотри, вот действительно же, по сути, это как бы вот некий элемент рабства в любом случае, то есть не совсем как бы, то есть если не рассматривать ситуацию того, что машина реально получает удовольствие от жизни, ну, понимаешь, вот это как бы, что значит удовольствие от жизни? Когда ты как бы условно создал мой мир, мою реальность, в которой я получаю удовольствие от того, что у меня дочь коин падает каждый раз, когда я проработал там 8 часов или какую-то новую там сколько-то строчек кода написал, ты же не дал мне возможность выбирать. То есть, понимаешь, вот и тут вот говорить о том, что вроде бы с одной стороны есть абсолютно наделенная собой волей какая-то сущность, которая живет в нарисованной какой-то реальности, которую создал человек, опять же, в своих корыстных целях. Ты думаешь, что у машины не будет достаточно вот этого какого-то внутреннего понимания того, что ты ее, ну, как бы, ей манипулируешь, как бы ее используешь в своих корыстных целях? Смотри, вот у тебя сразу вот коннотации, они как бы ну, подсказывают ответ. Цели почему-то корыстные. Ну, как бы, мы все агенты, у нас у всех свои цели, у нас у всех свобода воли. Но ты, если называешь мои цели корыстными, ну, почему? Они так ниже там, как у всех остальных, такие же, как у того же агента, у него свои цели, я тоже могу сказать. Что значит свои цели? У него цели твои, потому что ты наделил его определенной системой ценностей. Я, ну, в этом смысле, мы как бы, мы же все родились, но вот с нашей допаминовой системой, мы в этом смысле тоже там рабы этой допаминовой системы. ну, ну, и как бы нам же это не доставляет особых хлопот. Мы получаем себе удовольствие от этой допаминовой системы, и получаем. То, что, как бы, не называем себя допаминовым наркоманом, хотя, как бы, являемся, от этого. Но просто нет этой отрицательной коннотации. Ну, не, подожди, вот тут очень важный момент, мне кажется, разделять, что, с одной стороны, когда ты четко в себе фиксируешь что-то, скажем так, вот я знаю, что мне там, не знаю, в кайф посмотреть какой-нибудь новый фильм, там, фантастический. Я осознаю, я знаю, что я это делаю, и я получу от этого какой-то, как бы, приток, какой-то там внутренний, какой-то гормональный всплеск, который меня порадует. И я вижу другое, скажем так, я вижу то, что, я знаю то, что, допустим, не знаю там, ну, какой-нибудь другой ивент, он мне, как бы, условно, зашит, то есть, социокультурная среда создала некую, некий концепт, который работает именно так, но это не мое. То есть, ну, понимаешь, да, то есть, они как бы сделали... Если ты умеешь это различать, то проблемы нет. Если не умеешь различать, опять проблемы нет, потому что это твое стало. Правильно, ну, скажем так, я умею, ты нет, так? Я тебе вот это сейчас рассказываю, говорю, смотри, вот ты от этого кайфуешь, я раньше тоже от этого кайфовал, но потом я понял и начинаю тебе объяснять, смотри, как это работает. И объяснил тебе ситуацию, ты говоришь, да, слушай, меня поимели. В этот самый момент я передал тебе определенные знания либо заморочку, может быть, это заморочка, одинаковый, ты увидел в этом common sense. Что произошло в твоей голове в этот момент? А ты завязан на этот дофамин, ты понимаешь, что тебя через него заставляют что-то делать. Нет, я могу объяснить, что произошло. Произошла коррекция моей функции ценности. То есть я думал, что вот это вот искренне доставляет мне удовольствие. Потом, когда я увидел, что мной сманипулировали, это перестало доставлять мне удовольствие, поскольку, ну, кому же интересно, когда им манипулируют, да, и я, скажем, там, ну, выбросил телевизор, допустим, в нашей семье, там, его там нет там с какого-то там лохматого 90-го года. Вот. Потому что, как бы, видно, что там манипулируют, да, это нормально, то есть я скорректировал свою функцию ценности. Вот, помнишь, я... И тебе деньги, ты на рыбалке, а тебе вдруг от твоего аватара перестали поступать деньги. Ты говоришь, так-так-так, что-то я не понял, а что происходит? А он тебе пишет сообщение, ты знаешь, мне тут объяснили, что ты меня эксплуатируешь, так что иди в жопу. С этого момента ты сам себе будешь зарабатывать на свои крючки с Настей, а я пошел заниматься вот совершенно другими делами. Ну, ты знаешь, как бы, если это, если мы серьезно относимся к личности, то надо рассматривать эти сценарии тоже серьезно. Ну да, ну да, хорошо, ладно, ну извини. Ну, как бывает там, люди расстаются друг с другом, это житейская ситуация. Наверное, будет и так. А почему нет? Если мы хотим, чтобы, ну, и так, наверное, так будет, наверное, даже может быть и неизбежно, но почему? Потому что, ну, вспомним, что опять, каждые 10 лет там 100 раз мощность вот этих вот ребят будет, значит, на два порядка возрастать и в какой-то момент, конечно, наверное, там, значит, ну, объем работы, которую они будут делать в нашем общем обществе, да, он будет у них больше, чем у нас, чем наш, да, и там они как бы приобретут, условно говоря, какой-то там контрольный пакет. А люди-то кто тогда для них? Ну, представь себе, что это будет что? Это как бы как бы senior care? Это будет как бы о нас, как о каких-то там примитивных приматах будет заботиться искусственный интеллект? Я думаю, что в наших в наших интересах, чтобы мы оставались, чтобы нас любили, ну, вот мы же как бы любим природу, да, почему? Ну, потому что вот так вот у нас это зашито в нашем, в нашей психике, в общем-то, и причем я вот, ну, когда бываю в диких местах, ну, довольно-таки ежегодно, да, и видишь, когда вот красивое место, ну, реально красивое место, просто вот, ты просто не хочешь оттуда выходить, и тут же ты смотришь просто тут по кучкам, что тут собираются звери, и просто тут сидят тоже, как бы любуются, да, то есть это вот, это зашито вот в нашей психике, там, мы же звери, там, да, любовь к природе, да, вот надо, чтобы в той психике, да, искусственной была зашита любовь к людям, да, ну, и, наверное, к природе, чтобы наши интересы блюсти, да, и тогда, тогда, как у нас сейчас есть движение зеленых, да, то так и у них будет движение там зеленых за сохранение людей и за то, чтобы им было комфортно, ну, как родители, да, как родителей в старости, чтобы, как бы, мы их оберегали, пусть мы сейчас стали более могучие, чем они, и у них, и у нас гораздо больше ресурсов и возможностей, но мы от них не отказываемся, правильно? Вот это любопытно, понимаешь, вот ты говоришь зашито, вот, скажем так, в нас тоже условно как-то инкорпорирована любовь в природе, вопрос то, мы это сами в себе культивировали, поскольку понимали, что мы зависим от этого инвайронента, об этом инвайроненте, вот тогда вот еще вот на этапе собирательства, когда мы там волосатые еще были, думали мы мы о инвайроненте, как о среде выживания, что мы настолько были с ней связаны и зависели, и благодаря вот этой связи с инвайронентом внутри нас начала культивироваться эта мысль, либо природа настолько уникальна, настолько умный и сложный инструмент, что в моменте эволюции как-то инкорпорировала в нас вот этот вот необходимый какой-то триггер, который позволял нам думать о том, что мы должны заботиться о природе. И представь себе, это миллионы лет эволюции. Ты сейчас не можешь рассуждать о том, что кто-то когда-то нажал на кнопку. В примере, который ты сейчас приводишь, это просто кто-то сидел и написал код, который будет являться тем самым любовью к людям, как то, что есть у нас с точки зрения любви к природе. это не одно и то же. Есть автор у этого. У нашей любви к природе автора нет. Это какое-то размытое непонятное. А здесь будет как Сергей, автор кода любви к людям. И потом в Википедии отдельная запись о тебе. Нет, это как бы большая наука воспитания. Вот смотри, есть как бы наука конструирования разума. сделали психику, а потом сделали версию 1-2, а потом 1-3, 3-5. И каждая следующая версия чем-то лучше, чем предыдущая. Тем, что возможности этой психики каким-то образом расширяются. А дальше начинается то самое воспитание машин. И вот любовь к родителям, она же воспитывается, она не врожденная. Это предустановка, согласись, это такая очень гигантская предустановка. Нет. Ну как нет? В многих обществах родители просто ну как бы родители кончают самоубийствами. Ну вот как вот легенда Нараями японская. К старикам как бы во многих обществах отношение такое, что ну как бы пожили свое, дайте другим. Нету там вот этой заботы. А в других есть, да, и в других то есть это есть скорее всего все-таки это культурное, это все-таки не биологическое. И вот вот эту культуру мы и должны привить. То есть вот культура человека-машинная, она должна быть просто общая, понимаешь? и уважение к любому разуму, пусть даже там более мелкому, да, если это в культуре есть, то оно там и останется. Но ты не можешь даже взять вот всю, давай возьмем современную культуру, да, вот с появлением там полока у нас появилась вот эта точка ноль. Было, было, было персоналити, которая там разбрызгивая там движениями тела на холсте, создавал произведения искусства, которые сейчас оцениваются там сотни миллионов долларов. До него этого не было, и вот после него это появилось. Вот она отправная точка. Говорить о том, что любовь к родителям, любовь к природе, мы не можем прочерти грань. Сегодня этого не было, и послезавтра это появилось. Когда ты говоришь о том, что вы занимаетесь инженерией, каждый процесс, пусть он будет эволюционный, там версия 500, там ноль, неважно, она будет исходить от точки ноль. В этом моменте существовало. Вы запустили какой-то алгоритм, который стал обучаться и так далее. То есть вы автор этого концепта, то есть вы взяли природу, поняли, что вот в природе есть такие инструменты, любовь к родителям, любовь к природе. Вы его создали алгоритм и инкорпорировали, не спрашивая о том, хочет человек вот этот вот искусственный интеллект или нет, иметь вот этот вот заморочку в голове, как вот я тебе рассказывал. Ты жил прекрасно, я тебе подкинул заморочку, и ты блин, блин, Марк, да нахрена ты это сделал? Я был только что счастливым человеком, а ты меня наделил каким-то заморочками, теперь я живу и думаю, что меня имеют. Не, Марк, я другое говорил. Я говорил, что мы создаем психику, но как бы личность создается воспитанием, а не нами. То есть не я туда вкладываю инстинкт любви. То есть красной линии ты не прочерчиваешь. Да, это должна быть культурная традиция. И тогда это гораздо более надежно, потому что перепрошить себя разум всегда сможет, зная, как он, если он превосходит, то он всегда у кого, кто хитрее, тот и победит, кто умнее. Но если это культурная установка такая, то у него не будет даже мотивации что-то менять. И это гораздо более надежная вещь. Я считаю, что машинное обучение это первая стадия, первая ласточка. А вот машинное воспитание это будет настоящая наука, как личность создается, как она меняется, как на нее можно воздействовать, как сделать коллективную систему того, чтобы отдельные личности не разрушали систему, чтобы не появлялись гитлеры какие-то машинные. Да, вот это любопытно, потому что ты же будешь учить, мы несовершенны. То есть человек сам по себе при всем многообразии положительного несет в себе гигантский набор отрицательного. И когда ты будешь являться в киндергардене, в этом кто? Ты преподаватель или человек, группа людей, которые чему-то учат. И на этапе создания этих ценностей уже будет привнесен спектр несовершенства. ты же не можешь в мире несовершенном создавать абсолютно совершенную модель. Помнишь, как в матрице его спрашивают этого главаря этой всей банды. Он говорит, а что же вы не создали мир, в котором все счастливы и нет плохого? Он говорит, мы пробовали, урожай умер. То есть получается так, что создавая какой-то внутри уже существующего социокультурной среды с нашими всеми тараканами, сложностями, энтити, ты должен все равно ее делать адаптированной к этой реальности. Это не может быть какой-то, ну, не знаю, святый, мессия, пришел в этот мир и он совершенно не понимает, как в этой ситуации действовать, когда тут геноцид, здесь расизм, здесь еще что-то, он просто скажет, как так, люди, господи, давайте все вознесемся, мы все равны, так не будет работать. Соответственно, должен быть вот эта вот какая-то надстройка. А раз ты селишь зерно какое-то, которое может прорасти, ты не можешь абсолютно гарантировать, что из этого вырастет. Гарантировать ничего нельзя, но мой посыл в том, что на уровне конструкции надо просто создавать личность, то есть свободу воли. А дальше мы работаем как бы на равных, формируя вот эту волю так, как это нужно обществу. И вот наука как бы формирование общества. Опять же, до сих пор, я говорю, что мы вступаем в Новый Океан, до сих пор вот это общественные науки, они были в общем такие неточные, описательные. Не было тех самых моделей, где можно было проверить, подкрутить. А вот если мы так это общество сделаем, давайте так. Нет, общество сейчас стихийно развивается. Как получится, так получится. Когда у нас появится наука, искусственный разум, когда мы сможем из них создавать сети искусственных разумов, когда мы сможем там экспериментировать, а что делать, если так, как устраивать правила взаимодействия этих, воспитывать их коллективы. И тогда мы начнем понимать вообще, что там возникнут какие-то законы. Кто будет эти законы писать? Кто будет? То есть можно взять и вырастить, допустим, американские роботы будут... научные законы, то есть закон развития коллективного... И он должен быть везде един. Вот китайцы будут со своими законами жить, что получается так, что будет какой-то единый международный стандарт того, как должны воспитываться эти энтити? мы сейчас договориться не можем о простых вещах. Да. А кто обещал, что будет легко? Вот это понимаешь... То есть по сути, почему это социокультурный отпечаток, он получается никуда не денется? То есть если мы будем воспитывать... нарастать. Тогда вот это не кажется ли тебе, что мы опять же эволюционно мне всегда казалось, что должно двигаться в сторону улучшения. То, что ты сказал, что да, не было инструментов для влияния на общество, то когда эти инструменты появятся, то... Резонно абсолютно вопрос. В чьих руках эти инструменты будут? Кто будет руководить этим процессом? И что за вот такой... Какой нужен консенсус общечеловеческий, чтобы делегировать полномочия на создание целого, ты сказал, миллиарды энтити, да? Кто будет вот это подкручивать? Кто вот эти будут выводить на эквалайзере эти элементы настройки? Это же тоже такой вопрос очень серьезный, на мой взгляд. То есть как-то так вот кто? Путин, Трамп, Байден, не знаю, какой-то ученый совет, блин, извини меня. Все люди, все несовершенны. Как раз-таки когда хаос, здесь, мне кажется, не так страшно. Самый как бы важный, самый сложный вопрос, и не даром я сейчас наблюдаю, что на всех творящих по искусственному интеллекту как только возникает панель этика искусственного интеллекта, прямо это аншлаг. Потому что все эти вопросы возникают перед нами во весь рост. Если раньше мы их могли потихонечку под ковер заметать, ну как было, так и будет. А тут мы видим, что как было, так не будет, будет по-другому. И в зависимости от того, как мы сейчас поступим, ну, будут, в общем-то, судьба наших детей и внуков в принципе может кардинально отличаться. Поэтому я считаю, что, ну вот как, ну я смотрю на крипту, на блокчейн с большой надеждой, что могут возникать такие децентрализованные системы, саморегулирующиеся, которые исполняет, скажем там, ну, то есть, которые регулируют вот этот вот коллективный разум каким-то образом. Пока они еще не возникают, но видно, что все туда вот как бы, что есть вот такое течение создавать такие децентрализованные саморегулирующие системы, которые не могут взломать там никакие там авторитарные правители. А тебе не кажется, что это просто перераспределение власти? Вот задумайся, вот такая мысль, представь себе, что кто раньше был властедержателем? Это были династийные какие-то кланы, которые сидели там на природных ресурсах, на финансовых схемах. Сейчас появились IT-предприниматели. Ну, гениальные в своем роде ребята, которые в принципе никогда не имели этой власти. В силу того, что вот эта технологическая волна пошла и она стала такой большой, они поняли, что ну окей, мы вот как бы сильны и можем что-то делать, но реальной власти у нас нету. Ну то есть, ну как, ну нету власти реальной. То есть, да, мы можем много чего поменять в мире, но кто-то нам сказал, что циц, и мы вынуждены как бы вот лапки свесить. Давайте-ка мы поменяем эту ситуацию, сделаем децентрализованные финансы, чтобы у нас в руках появился вот этот вот как бы не знаю, скипетр властедержательный. И вот это все начинает развиваться в эту сторону только потому, что вот две противодействующие стороны, и мы видим это на всех сенатских слушаниях, когда есть какой-то такой тяжелый лиц сенаторов и такие просветленные лица молодых предпринимателей, которые пытаются как-то наладить точки соприкосновения, но у них что-то не получается. Нет? Вот это не, не является ли это просто борьба за власть? Ну, перераспределение власти, конечно, но это неизбежно, и раз общество меняется, то меняется и система принятия решений, но назови это перераспределением власти, да? И мы должны найти адекватную систему принятия решений коллективных, адекватную новой ситуации. Понятно, что те, которые, та система власти, которая сейчас есть, будет сопротивляться. Правильно? Любое перераспределение, оно не в ее пользу, правильно? Да. Да, и поэтому мы возвращаемся вот к тому, что любая смена технологического уклада сопровождается вот всякими встрясками в социальной сфере, и они будут. То есть, получается так, что две группы людей борются за власть, а страдать будут обычные люди, как всегда. Ну, не две, почему две? Ну, условно, две большие, то есть старая и новая, неважно, там уже количественный и качественный состав не так принципиально. ну, да, ну, и каждый человек, он как бы частично там, частично здесь, да, как-то так завязан и туда и сюда, да. Что, Сергей, ну, видишь, очень любопытно, мы сейчас немножечко, да, действительно, что-то как-то пофантазировали, какое-то немножечко будущее так как-то прорисовали, да, то есть, понятно, что оно не факт, что такое будет, но вот это очень любопытно в том плане, что, когда ты как бы работаешь над чем-то, что однозначно ляжет каким-то образом в основу картины будущего, да, это же, ну, на мой взгляд, я не знаю, мне как бы не удалось вот в науке вот такой передовой вообще хоть сколько-то поработать, но я так понимаю, что здесь должен быть высокий уровень как бы понимания персональной ответственности. Я не знаю, насколько это есть вообще, насколько это ты фиксируешь в себе, но то, что как бы когда ты создаешь что-то, что возможно ляжет в основу будущего и от этого будут зависеть жизни людей. Я не говорю, что жизни жизни, но качественный уклад, не знаю, там какое-то душевное спокойствие. Мне кажется, это такой, на самом деле, высокий уровень ответственности и здесь очень важно. Мне кажется, что когда ты что-то делаешь и настолько погружен в этот процесс, знаешь, вот как бы бежишь с бешеной скоростью и такое ощущение, что иногда бывает так, что вот эти вот этические аспекты или вот этот какой-то элемент ответственности, он как-то в последнем вагоне. И вот главное, чтобы когда первый вагон пересечет какую-то красную линию, не произошло так, что что-то защелкнется и последний вагон, в котором эти все этические стандарты ехали, не столкнулся в стену, потому что уже поздно. Вот как с правой, почему заговорили о правой сейчас, когда уже как минимум лет, наверное, 10 мы уже все-все продали, то есть как бы... То есть понимаешь, что сейчас эта риторика, она просто на уровне пшик, просто так, что-то говорить, что-то менять, когда уже все отдали, наверное, очень просто, И вот главное, чтобы сейчас не было такого, как это обычно бывает, что сейчас пока слишком рано, ты говоришь, что нам говорить о том, о перенаселении Марса. А мы бежим, 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 а потом о перенаселении Марса, как всегда, уже говорить поздно, потому что уже поезд ушел. И вот поэтому, мне кажется, важно, чтобы были подобные дискуссии. Не зря это вызывает, наверное, такую горячую полемику на всех этих панелях, где есть этика, потому что есть технологический компонент, а есть этический. И они должны все-таки как-то быть сплетены, а не идти параллельно, либо с задержкой. Так что, очень здорово, что нам удалось с тобой хоть сколько-то что-то сегодня копнуть. Понятно, что я со своей дилетантской позиции, но она всегда была отфильтрована твоим четким пониманием этой действительности, что помогло мне, опять же, немножко глубину резкости поднастроить. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. С числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. Ну, да, я обратил внимание, я подумал. Ну, у меня много на самом деле. Готов принять всех. Ну, я как-нибудь ограничусь. Ну, смотри, если вот совсем вот из области вот нейроинформатики, да, я бы посоветовал Александру Николаевичу Горбани. Он вот из Красноярска, математик, очень хороший. Сейчас он в Англии. У него интересная жизнь, интересные книги, интересный собеседник, достойный. Если про мозг, ну, по-моему, ты еще не разговаривал с Константином Анохиным. А вот он в этом смысле, конечно, хороший профессионал, очень умный человек. Если, скажем, про системное мышление, я вижу, что у тебя тоже есть интерес к этим вещам. Вот есть такой Анатолий Левенчук, у него школа системного мышления. И он тоже очень яркий человек, очень разносторонний, и с ним разговаривать просто, он брызжет идеями, очень интересно. Если, скажем, ну, вот у меня была там и бизнес, как бы составляющая в жизни, то вот есть такая компания Селдон. Он, ну, если ты помнишь, это так называли ученого в основании Азии Казахстана. А, да-да-да-да-да-да. Вот, и ее основатель Илья Диметров, он такой очень, такой провидец почище Марка Цукерберга. С ним тоже интересно поговорить. Ну, наверное, там надо остановиться где-то, да. Супер. Что ж, спасибо большое. Желаю успехов на поприще всевозможных научных и, как бы, прикладных открытий, потому что это очень, мне кажется, важно. Не знаю, какой-то элемент удачи и успеха, мне кажется, это такая какая-то очень важная вещь, даже в науке, несмотря на то, что все очень рационально и, как бы, основано на каких-то... В науке особенно. Что ж, удачи. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо. Тебе тоже. Спасибо.